Пресс-конференция Павла Сысоева, генерального директора фонда капитального ремонта. Телефон 211-101. А мы начнем с вашего позволения. Я задам первый вопрос. Началась уже работа по взысканию задолженности. Повлияла ли она на количество неплательщиков? Да, действительно. Добрый день. Работа по взысканию задолженности началась. Она началась фондом еще в прошлом году. На сегодняшний момент почти 1300 соответствующих заявлений подано в судебные органы на общую сумму более 7 миллионов рублей. В том числе почти 400 тысяч этапений из этой суммы. Взыскано более 200 тысяч рублей из этой суммы. То есть сумма пока не очень значительная, потому что процесс этот только еще начался. Мы, скажем так, в самом начале пути. Конечно, существенного увеличения пока мы не наблюдаем по сборам взносов. Но ответ на тот вопрос, который у многих был, он уже сейчас дан. То есть многие считали, что вся эта ситуация со взносами на капитальный ремонт незаконна. И если фонд обратится в суд, то дело будет проиграно. Но на самом деле практика показывает обратное. Мы в суд обращаемся. И, конечно же, все решения принимаются судебными органами в нашу пользу. Поэтому, скажем так, для тех людей, которые не платили не потому, что у них денег нет, а потому, что они принципиально считают, что вся эта ситуация незаконна. Я думаю, что уже ответ для таких людей дан. И я думаю, мы просто будем более обширно, скажем так, информировать жителей о том, что есть действительно такие живые примеры по взысканию. Мало того, что необходимо взыскать, будет оплатить саму задолженность, но и судебные издержки, которые также стоят определенных денег. Поэтому, особенно это касается льготных категорий граждан, которые получают субсидии. То есть, все мы понимаем, что по законодательству они не имеют права получать субсидии, пока у них имеется задолженность за какую-либо жилищно-коммунальную услугу, в том числе за капитальный ремонт. А как вообще ведется работа по информированию населения о том, что можно и нужно заплатить эти долги? А вообще есть какая-то возможность реструктуризировать их? Как-то сообщается об этом? С населением работаем постоянно. К нам и в ходе личного приема обращаются, спрашивают, и письменно задают множество вопросов. Письям достаточно много. Конечно, мы отвечаем, что действительно в соответствии с законодательством задолженности быть не должно. Но по реструктуризации, на самом деле, сейчас ситуация по капитальному ремонту, по крайней мере, выглядит таким образом, что у нас нет законодательных оснований делать рассрочку по взносам на капитальный ремонт. Но в действительности еще взносы не так долго платятся, чуть более года. И в основном суммы это не такие значительные, как, например, с теми же, если сравнить коммунальными услугами, с платежами там за тепло, за свет. То есть еще не накопилось таких прям сумм, которые нужно раскидывать по частям? Есть, конечно, в наш адрес обращение по реструктуризации, но я повторюсь, пока законодательно мы не имеем права давать какую-то рассрочку. Александр, у вас вопрос есть? Да, у меня вопрос по поводу муниципалитетов. Не раз говорилось, что они не очень активно платят за муниципальное жилье. Ситуация изменилась ли? И есть ли злостные должники? Какая работа ведется с муниципалитетами? Да, действительно, муниципалитеты – это такие же платильщики взносов, как и другие жители, у кого жилье приватизировано. Так же, как и юридические лица, у кого есть использование, там, не жилые помещения, магазины и так далее. Конечно, они, как и все прочие, должны оплачивать взносы. Ну вот, для справки, если у нас средний уровень собираемости взносов порядка 80%, то на последнюю отчетную дату по муниципалитетам 71% уровень собираемости, то есть он несколько ниже на 9%, чем средний. Около 40, чуть более 40 миллионов задолженность по муниципальным помещениям у нас наблюдается. Да, есть действительно те муниципалитеты, которые не платили, можно сказать, с самого начала, с декабря 2014 года. То есть это Верхнекамский район, там все практически поселения не оплачивали. Зуевский, Кирово-Чепецкий, Юрьянский, ну и так далее. Там есть несколько районов, в котором либо одно, либо два поселения в каждом районе по тем или иным причинам не оплачивают взносы. У них какие-то проблемы или в чем причины? Вы наверняка с ними как-то общаетесь? Да, да, то есть мы проводим регулярные видеоконференции, связываемся. То есть основная причина – это отсутствие доходных источников, хотя в основном доходным источником является плата за найм. То есть муниципалитет, сдавая свое жилье в найм гражданам, конечно, по сути, должен брать какую-то плату с этих людей для того, чтобы поддерживать жилье в надлежащем состоянии. То есть это касается не только многоквартирных домов, но и есть дома у муниципалитетов собственности, которые в программы не попали, но которые также требуют ремонта. Поэтому несколько популистские такие решения, которые раньше принимались, не взимать практически плату за найм, устанавливать ее в районе 0 рублей или несколько копеек, они в итоге привели к такой ситуации, что у местных бюджетов нет источников для оплаты взносов на капитальный ремонт. А 71% если посмотреть в динамике, это лучше стали платить, хуже? Ну в начале по всем, не только по жителям была динамика, меньше полпроцент, конечно, в самом начале. То есть бюджеты решали и каким образом найти деньги в бюджете, как вот это запланировать. То есть все равно бюджетный процесс занимает определенное время, поэтому действительно в самом начале платежи были низкие и по бюджету. То есть потом в конце года они подтянулись были на уровне 80%, как и все взносы. Ну а сейчас с начала года опять немножко не упали. А прогнозы ваши на будущее? Ну я надеюсь, что совместно с правительством области мы уровень оплаты по муниципалитетам в любом случае выведем не ниже среднего, как по физическим лицам. А есть кого-то из муниципалитетов похвалить, кто был в должниках, а сейчас уже на хорошем уровне? Ну город Киров можно похвалить. По городу Кирова у нас замечаний нет. Вецкополянский район, город Вецкие Поляны. То есть вот оплачивают без каких-то, скажем так, замечаний. Василий, ваша очередь. У меня два вопроса. Насколько я знаю, в апреле вы направили собственникам предложение о проведении ремонта в следующем 2017 году. И до конца июня вам должны направить протоколы. Вопрос первый, активно ли откликаются собственники. И вопрос второй, что будет, если собственники не откликнутся на предложение фонда? Да, действительно, мы раньше, чем в прошлом году начали такую работу. Это было связано с тем, что поставлена задача перед фондом разработать соответствующую проектную документацию заранее до 2017 года, чтобы она у нас уже была на руках. Для этого мы соответствующее предложение собственникам направили о том, что у вас будут те или иные работы выполняться. Действительно, некоторые собственники, особенно там, где требуется капитальный ремонт в домах, действительно, остро стоит эта проблема. Они откликаются, направляют в наш адрес протокола общих собраний. Есть ситуации, когда направляются протоколы, и собственники пользуются правом заменить вид работ на какой-то другой. То есть, например, мы предлагаем сделать фасад условно, им надо сделать крышу. То есть, такие протоколы также в наш адрес приходят. Но, к сожалению, здесь мы встречаем две основные типовые ошибки. Первая – это нет кворума, две трети должно быть. Все-таки собственников должно принять такое решение не менее двух третей. Ну и вторая ошибка – если средств недостаточно по тому виду ремонта, на который заменяет, то также должно быть принято решение по источникам финансирования. То есть, если, скажем так, вот этих ошибок не бывает, то, конечно, такие протоколы принимаются и запускаются в работу. То есть, мы меняем вид работ на тот, который необходим. Ну и что будет в случае, если собственники не откликнутся, то есть, в следующем месяце, в июле, в начале, муниципалитет, муниципальное образование примут решение о капитальном ремонте в соответствии с теми предложениями, которые мы, фонд, и направили собственникам. То есть, в соответствии с программой. То есть, грубо говоря, вот по тому примеру, как я сказал, если мы направили, что вам будет фасад, когда собственники не поменяли вид работ, то будет, соответственно, делаться фасад. И вот как раз в дальнейшем уже не будет возможности как-то повлиять на эту ситуацию. Поэтому вот мы и постоянно обращаем внимание, что вот, дорогие друзья, есть определенное время, определенное временное перемежуток, три месяца. То есть, это время заканчивается. И в июле месяце, если вы не смогли повлиять на эту ситуацию, поменять вид работ, то мы будем работать так, как у нас запланировано. А такие предложения будут ежегодно направляться собственникам? Да, конечно, законодательство предусматривает, что мы заранее собственников уведомляем о том, что в доме будет производиться ремонт. И если раньше, скажем так, с этим были некоторые проблемы, не, скажем так, так много писем получалось направлять, буквально там по одному на каждый дом, то сейчас мы количественно существенно увеличили рассылку. И мы считаем, что нет сейчас проблемы в том, что собственники не знали, что будет. Ну и кроме того, вот информационные таблички, которые мы на домах размещаем, мы их будем также размещать и по домам, которые запланированы в 2017 год. Мы это будем делать во втором полугодии текущего года. То есть, чтобы собственники также заранее видели и планировали, а может быть, даже там свой отпуск и так далее, зная, что вот там будет какой-то вид ремонта на доме происходить. Мне хотелось бы напомнить телефон прямого эфира 211-101. Слушатели, вы можете задавать любые свои интересующие вопросы. По поводу видов работы, то у меня тоже вопрос на минувшем пленарном заседании областного парламента. звучала такая реплика, что часто люди получают предложение о ремонте, и там указаны виды работы, собственно, например, лифта, а лифта в доме и нет. То есть, вот это как раз работа для этого и ведется, чтобы что-то скорректировать? Конечно, это и в том числе для этого. На самом деле, это своего рода упущение местной администрации, управляющих компаний. Конечно, не должно быть таких ситуаций, когда лифт запланирован и его нет. Конечно, мы не будем тратить средства на ремонт лифта, если его нет. То есть, здесь просто-напросто идет корректировка программы, но все понимаем, что в такой ситуации на месте вот того дома, который по ошибке попал, мог бы быть другой дом, где требуется ремонт. Поэтому вот цена этой ошибки, она вот такова. У нас есть звонок от слушателей. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Октябрьский, 46. Сергей Геннадьевич, старший по дому. Задавайте свой вопрос. Нам предлагают сделать водоотведение, но мы считаем, что у нас оно более-менее приличное. Хотим сделать, скажем, фасад или крышу. Насколько это возможно сделать? Сергей Геннадьевич, у вас уведомления перед глазами нет? Там кроме водоотведения еще какие-то виды работы у вас предложены? Нет? Нет, не предложено. У нас на доме висит табличка, что там водоотведение. Ну еще я смотрел на сайте там центральном, там тоже там вот это водоотведение сделано. Ну раз у вас висит табличка, значит у вас работы запланированы в текущем, в 16-м году, а не в 17-м, вот о чем мы до этого говорили. То есть, соответственно, по водоотведению у нас сейчас и разыгрываются конкурсы, точнее он уже прошел, разрабатывается проектная документация на водоотведение по вашему дому. То есть, здесь надо было, скажем так, заранее, еще в прошлом году, если была такая необходимость, поменять вид работ. Но на самом деле крыша и особенно фасад, он стоит гораздо дороже, чем вода с водоотведением, то есть у нас сети вместе ремонтируются. И даже если бы вы приняли решение по замене видов работ, то это пришлось бы вам дополнительно здесь доплачивать определенную сумму. Но, в принципе, можете с нами, с фондом связаться, мы посмотрим, на какой год запланирована у вас крыша и фасад. Можно ли что-то сделать с этим для того, чтобы решить эту проблему. Ну, там, наверное, 26-й, 32-й, 3-й год, то есть это все далеко. То есть сейчас как бы идет минимальная работа, я так понимаю. А у нас трубы сделаны, в принципе, канализацию зачем менять, не знаем. Ее меняют, потому что она уже требует замены. По чугунным трубам ничего не сделалось. Ну, мы много раз слышали эту позицию, но в действительности и чугунным трубам, и другим все делается, и поэтому они меняются. Если вы не один, скажем так, у вас такое мнение, а у всего дома, да, у большинства, тогда, в принципе, можно это оформить протоколом общего собрания, который вы направите к нам в фонд, о том, что вы считаете, что эти виды работы делать не надо. Но здесь, конечно, вступит уже муниципалитет, и соответствующая комиссия должна действительно определить, так ли это с технической точки зрения, правы ли вы. Потому что не все собственники-специалисты в этих вопросах, и у вас в квартире может быть все удовлетворительно, а там по подвалу основная часть сетей идет и так далее, там может быть совсем другая ситуация. По подвалу стоит полипропилен, заменили. Ну, вот видите, здесь может быть отчасти ситуация, когда часть работ текущим способом уже в управляющей компании выполнена, потому что действительно... За счет собственников, за счет тех, кто в доме проживает. Но надо смотреть, опять же, на объем. То есть, если объем работы не такой большой, то мы все-таки меняем все остальные сети. А если такой потребности, как вы говорите, нет, критичной, то, в принципе, можно этот вопрос решить. Я думаю, что можете к нам в фонд обратиться, в том числе ко мне на личный прием, и мы вам обрисуем эту ситуацию по четвергам после часа. По четвергам, да, и записываться? Да, 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 можете записаться. Или, если, скажем так, ну, чтобы эфирное время не занимать, я думаю, что отдельно позвоните, мы договоримся. Хорошо. Я так понимаю, мы сможем перенести вид ремонта на другой? Ну, это потребует переноса на более поздний год, и надо посмотреть по сумме. Ну, сумма у нас все там, по-моему, этот самый... Возвратить видение, там, миллион шестьсот, и что такое там, ну, к примеру, эфир такой. Ну, понятно, но крыша, я повторюсь, она в любом случае стоит дороже. Я согласен. Угу. Ну, все, давайте. Ну, я к вам договорюсь. Хорошо, договорились. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, да, да. Потому что бывают разные ситуации, в том числе, работу какую-то делать надо, а действительно, раз были аварийные ситуации, управляющая компания уже за свой счет поменяла там тот же трубопровод и так далее. То есть, когда мы выходим уже проектная организация на место, она действительно может увидеть, что работу эту делать уже не надо. Поэтому, конечно, здесь можно вносить определенные коррективы. Я бы хотел вернуться к работам этого года. То есть, какие работы выполнены, и что остается до конца года сделать, на какие суммы? Ну, действительно, у нас вчера я на правительстве докладывал, 275 домов работы сданы по состоянию на прошлую неделю. На самом деле, каждый день сдается большое количество нам объектов, потому что до конца лета основная часть работы, это плюс еще 783 дома к тем 275, которые я назвал, они должны быть сделаны. То есть, по тем объектам, которые работы приняты, мы оплатили порядка 350 миллионов рублей подрядчикам за выполненные работы. Ну и, соответственно, по тем почти 800 домам, которые еще предстоит сдать, сумма, ну, примерно миллион на каждый дом мы считаем, то есть порядка 800 миллионов рублей. Это те объекты, которые к нам перешли с 2015 года, но кроме этого у нас еще плюсом 846 домов на 2016 год. По ним у нас сейчас идет проектирование по 30 домам на прошлую неделю, уже запущены конкурсы на производство ремонтных работ. Но основная часть ремонтных работ будет все-таки во втором полугодии, потому что мы получим сначала проектную документацию, ну и, а потом сможем объявить уже конкурсы на ремонтные работы. То есть, к сожалению, тут также в этом году будет определенная такая задержка по срокам, ну, чтобы в следующем году в дальнейшем этого не допускать. Вот поэтому мы сейчас отрабатываем уже объекты 2017 года. Если звонков у нас нет, я тогда, коллеги, с вашего позволения еще один вопрос задам. Насколько я знаю, у вас вырисовалась еще одна проблема с собственниками. Она заключается в том, что не всегда обеспечивают доступ в квартиру при ремонте внутренних инженерных систем. Насколько я понимаю, уже подано в суд исковое заявление. То есть это вообще часто встречается, и насколько эта проблема широка, объемна? Ну, действительно, я и раньше эту проблему обозначал, но сейчас она стала более остро, когда мы стали заниматься заменой сетей газоснабжения. То есть, если трубу, воды, канализации и так далее можно как-то обрезать, обойти квартиру, то здесь с газом, скажем так, шутки плохи. И поэтому, конечно, мы по четырем квартирам, адрес не буду говорить, в городе Кирея подали соответствующее заявление в суд. Вот, сразу же скажу, что там такая немаленькая госпошлина, 6 тысяч рублей на каждое помещение, в связи с тем, что, скажем так, не обеспечен доступ в помещение. И поэтому, я думаю, что будет судебное решение принято в нашу пользу, просто это займет определенное время. Ну и плюсом мы вынуждены будем все эти судебные издержки, конечно же, возложить на собственника того помещения, который не обеспечил соответствующий доступ. А чем вообще аргументируют? То есть, каковы причины? Ну, причин много, сделан ремонт, там, что-то там, тот же газ, допустим, кухню уже повесили, то есть, неохота снимать, хотя, в принципе, это все решаемо, все можно снять, обеспечить доступ. То есть, люди не осознают, что это не их имущество индивидуально, а вот те трубы, стойки, которые проходят, это все-таки вообще домовое имущество, и необходимо обеспечить, ну, безопасные и благоприятные условия жизни не только для себя, но и для всех. То есть, если труба старая, там, и канализация, и вода, то и вода бежит не всегда прозрачно и так далее. Понятно, что, чтобы эту проблему устранить, надо менять весь стояк. На сегодня, если Александр... Ну, у нас, мне кажется, еще один звоночек. А, звонок, да, успеем тогда, наверное. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хотел задать вопрос следующего характера. Планирую привлечь квартиру с Кирой. Я хотел бы уточнить, как найти квартиру без долгов по коммунальным платежам и по капитальному ремонту. То есть, к кому я в какие службы обратиться, как убедиться в том, что квартира чистая, скажем так. Хорошо, Александр. В части капитального ремонта я могу сказать, вы можете на сайте фонда посмотреть задолженность по каждой квартире. У нас такая информация ежеквартально, правда, конечно, размещается. То есть, чтобы была у вас более актуальная информация, вы можете к нам сделать запрос. Электронная почта на сайте фонда у нас также. Найти ее несложно. Просто элементарно электронным письмом напишите, мы вам ответим. Ну, а так, в принципе, можно попросить у собственника последней квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в которых вы увидите, что задолженность отсутствует. Потому что, действительно, если коммунальные услуги, они идут за владельцем, то есть, если вы продали квартиру с долгами за коммуналку, то по закону управляющая должна с предыдущим владельцем работать, то пока к ремонту по-другому. Долг следует за помещением. То есть, если долг пока к ремонту висит, тогда, приобретая квартиру, вы в дальнейшем обязаны будете оплачивать этот долг. Ну, плюс еще и пени, которые уже наверняка накапали. Понял вас. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. И уже сейчас, наверное, думаю, вынуждены попрощаться со всеми участниками сегодняшней встречи. В студии работала Дарья Топузлеева, мне помогали мои коллеги, главный редактор газеты «Источник новостей» Василий Юмшанов и непосредственно мой коллега Александр Рассохин. На ваши и наши вопросы отвечал генеральный директор фонда капремонта Павел Сысоев. Надеюсь, не последний раз. До свидания. До свидания. Пресс-конференция Павла Сысоева, генерального директора фонда капитального ремонта.